Вы знаете, вопрос, как вы понимаете, задают постоянно, но постоянно в разном состоянии и души, и тела, и времени суток, и дня недели вопрос варьируется точно так же, как и ответ. То есть, разные интонации. Вот вы сейчас спросили рецепт успеха. Ну, вы знаете, в творчестве рецептом успеха, наверное, является смесь факторов удачи, трудолюбия и самовнушения. То есть, на первом месте, наверное, все-таки стоит трудолюбие и самовнушение. То есть, человек должен сам себе достаточно много раз сказать, что он музыкант и что он творческая личность, потому что это совершенно не очевидно ни в каком возрасте, ни для какого уровня артиста. То есть, я знаю величайших артистов, у которых была депрессия, типа, я не артист, я полная Г, да? То есть, на самом деле, там он круче меня, а я не знаю, что я делаю на сцене. Это очень пагубно влияет на карьере и вообще на самочувствие. Момент с трудолюбием важен для того, чтобы, когда настал момент удачи, ты был готов. То есть, момент удачи, насколько я вижу по своей деятельности и по деятельности коллег вокруг, момент удачи предоставляется каждому, хоть раз в жизни, многим и несколько раз в жизни. Грубо говоря, ты играешь в переходе, проходит продюсер, который тебе говорит, о, блин, как прикольно, давай пойдем со мной. Если ты к этому моменту не научился классно играть на гитаре, то бишь не обладаешь должным трудолюбием, значит, ты профукал свой момент, он пройдет мимо. Если ты пришел на конкурс, на какой-то, телевизионный или нетелевизионный, и спел в полсилы, потому что и так знаешь, что не пройдешь, и так знаешь, что там все куплено, в этот момент продюсер не посмотрит на тебя, и человек не даст тебе там возможность, автор не предложит песню, ты не получишь какой-то контракт, потому что отнесся ко всему этому без должной самоотдачи в трудолюбии. Но если ты самовнушаем позитивно, что я артист, я всего добьюсь, я буду успешен, при этом подкрепляешь это достаточно серьезным трудолюбием, то есть, ну, так сказать, бетонную попу в музыке никто не отменял, нужно сидеть и гонять гаммы, это касательно инструменталистов, вот, и касательно вокалистов то же самое, только голосом. Если ты вот это все делаешь, то обязательно предоставится шанс, и этот шанс просто ты будешь готов принять для себя. То есть, вот три этих фактора, наверное, определяют успех. То есть, никакой добрый дядя в отдельности не сможет ничего сделать, то есть, совокупность факторов целиком в ведении человека и Господа Бога. То есть, как распределиться Всевышний и как ты к этому будешь готов сам, вот так и произойдет. Если кто-то обещает золотые горы, очень сложно в это верить, потому что, написав вот больше 400 песен, я не знаю секрета успеха каждой песни в отдельности. Вот мы сейчас съездили в программу к Андрею Малахову, песня вон за неделю практически четверть миллионов просмотров набрала на моем канале, на котором всего 10 тысяч подписчиков в Ютьюбе, да, то есть, ну, это начало чего-то нового, какой-то новой истории, связанной с российскими гастролями, там все такое. Но как это произошло, одному Богу известно, мне позвонил редактор этой программы, кто их надоумил, то есть, но я к этому был готов, моя супруга к этому были готовы, потому что у нас были песни, которые мы смогли предложить, вот в чем дело. То есть, нужно не сидеть на одном месте, постоянно развиваться, внушать себе позитивно, то есть, все будет хорошо, даже у великих бывает депрессия, я всего добьюсь. Ставить себе в пример людей, которые там добились в возрасте выше, чем вы, то есть, Дитер Болин сделал Modern Token уже под 40, Цесарий Вора получила Грэмми там уже за 50, хотя начала петь в 47, а до этого послакос на островах Зеленого мыса. То есть, есть очень много факторов, которые складываются, но в целом они делятся на три группы. Это самовнушение позитивное, трудолюбие и удача. Удачу мы не можем контролировать, а первые два фактора можем.